приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас любопытнейший случай конечно не настолько любопытно как банджо очень габаритный и это у нас кто догадался уже сейчас напишите в комментариях я возможно подарю вам пакет конфет рачки это у нас виолончель вот она какая что же с ней не так я конечно мастер по ремонту гитар но я считаю что вот в виолончели вот так вот быть не должно наверное опять же если я что-то гоню поправьте меня в комментариях сделаем и все примерно то же самое что с гитарами только учитывая то что инструмент габаритный помимо того что отделился сам гриф здесь еще также обечайка тоже не плотно прилегает и будем ее склеивать технологически за один раз это сделаем при помощи очень мудрого инструмента прежде чем клеить необходимо убрать старые слои клея благо их здесь не так уж и много ну наверное поэтому она и оторвалась и у вас наверняка возникнет вполне закономерный вопрос а кто же сможет такое починить только не джедай знаете я вначале хотел как-то обрадоваться тому что не так много старого клея придется мне убирать и тут меня посетила мысль то что наверное это являлось основной причиной почему склейка не выдержала натяжение струн инструмента на всякое бывает помимо слоя старого клея у нас здесь еще есть ну некоторые элементы древесины которые откололись и в принципе они будут являться препятствием при склейке и нам их тоже надо будет убрать что-то я вот режущим инструментом уберу но в принципе зачищать я буду абразивной бумагой р-80 тут написано р- конечно ну мы же знаем но они знают ну что ж приступаем склейки кстати чтобы все получилось хорошо и успешно поставьте на паузу и подпишитесь на наш канал от винта или как там джерониму мне здесь недостаточно просто промазать клеем все это пространство как вы помните здесь у нас есть сколы и клей должен проникнуть именно туда хорошо что излом прошел именно на месте заводской склейки потому что когда бывает инструмент упал и у него произошла травма катя ну например как там голова грифа отлетает шанс то что все получится ну где-то процентов 70 80 почему но вот например вы взяли склеили хорошим профессиональным столярным клеем все здорово а потом вы ставите инструмент в какое-то ну не самое хорошее место и просто вы даже к нему не прикасаетесь а она бах и опять излом делает почему так происходит дело в том что мастер работает именно с тем что он реально физически видит а бывают еще к сожалению очень паскудные сколы которых просто не видно и со временем под натяжением струм они струн они прогрессируют ну и происходит излом но не на месте склейки не обязательно делать это прямо так я просто хотел чтобы это было кинематографично ох это кусочек древесины небольшой вот он обмотан резиновым жгутом если вы помните по видео я некоторые грифы так чинил в данном случае она служит для того чтобы просто не поцарапать инструмент я суда его вот так вот поставлю аккуратно а сам инструмент обмотаю вот этой вот замечательное явление шизофазии заключается в том что предложение построены фразе но чтобы она не была но будет поджата именно вот так а я суда вот поставлю вот эту замечательную штучку и таким образом давление будет приходить не только суда ну и сюда тоже все это создано для того чтобы за один прием мы смогли склеить и вот часть деки и прикрепить гриф ну обратно на его место лан и тела пи лейтера ребят ну в общем все получилось конечно вот есть тут пару нюансов финишное покрытие лакокрасочная но по сути лак он в некоторых моментах при сколе он обломался и где-то появляются вот такие такого рода щели что я думал то что что-то здесь не так я сделал ну по факту это просто отсутствие лака как бы и их я заделаю потом обещаю ну что ж дорогие друзья время пришло ставить лайки и подписаться на канал поставьте колокольчик друг друг другу иначе я не сниму ее со склейки да ладно сниму конечно начинаем ну визуально вроде бы все в порядке теперь мы будем возвращать все на место натягивать струны и таким образом мы проверим удачная склейка или же нет если вы сможете посмотреть здесь есть вот такие зажимы сюда бочонок вставляется и прочно держится не надо на меня так смотреть я не каждый день имею дело с виолончели в конце концов ну а как ты хотел все по чесноку у меня получилось или она должна быть ближе я редко сталкиваюсь с работами по виолончели там скрипки все такое то принципе не мой то профиль да и в конце концов у нас же гитарный центр они виолончельный насколько я могу посмотреть вроде бы склеилась нормально я дал натяжение струн ну возможно не так настроена как бы но это уже дело второе главное что ничто не выклеивается вот он ровно стоит на месте что могу вам сказать по поводу самих колков они действуют не по такому принципу как гитара банджо или еще что то такое там у нас шестеренка и она как бы по сути фиксирует таким образом струна не разматывается у виолончели немного иной принцип вот это правда скрипичный но они все система у них одинаковая от большего так к меньшему сужаются суть дело такая то что струна держится и вот колод держится за счет силы трения до соль реля да да что такое в общем это очень сложно настроить виолончели вот таким образом благо у нас здесь есть микроподстройка такс ну осталось все на канифоле санек подай пожалуйста канифоль. Зачем тебе канифоль, возьму флюс вещи. Флюс? Мне не для пайки. Говно. Я вот вообще терпеть не могу вещи, которые ты вот только берешь, знаешь, только открыть, да, вот кажется, король, а оно все разваливается. Вот это вообще конченное говно. Оно работает. Сами понимаете, как бы, у меня не так уж много информации про виолончель, но вы знаете, что надо делать. Оставьте свой комментарий, если вам вдруг эта тема интересна, и мы тогда запишем специальный ролик про смычковый инструмент, подробно расскажем, как оно делается и принцип, ну и, конечно, проведем параллель с гитарами, с которыми, в принципе, это больше знаком. Вот. А на этом все.